всем привет дорогие подписчики и зрители канала с вами рыжик мы продолжаем играть mass effect и мы отправляемся там так на луне мы были здесь больше делать нечего полетим сюда так сначала давайте на геракл тогда слетаем потом ферос уже потому что уже надо ну это как бы основными ну одно из основных одна из основных миссий патчет и троу норманды здесь с алиэсуэнман мы detecting your presence и адекан beta-cluster one of our surveillance drones was gathering intel on get the activities in the region was spotted and shot down you need to go brown side and recover the drones data module before the gift find it huh окей проще простого прям найден медальон в процессе сканировать планеты сидит вы обнаружили большое скопление обломков кораблей на геостан геостационарной орбите благодаря дальнейшему сканированию старшему инженеру адамсу удалось найти несколько интересных объектов среди которых был медальон леги единения запрессованы в свинце затор читается как запор ой какая жесть так обнаружен металл золото да только планета про похоже на золото это уже смотрел блин кого ж мне взять то с собой кого мне взять так может мне тяду взять нет интересно будет наверное забавное место о аж 36 так дырвовики штурмовые ну штурмовую винтовку я сейчас до конца прокачали на дырвовик но до сюда хотя бы пистолет на можно и дырвовик то сюда прокачать хотя бы снайперские винтовки тоже немножко можно так боевая подготовка у нее здоровье здоровье иммунитет вот это вот надо прокачивать обязательно так в принципе не особо в принципе не особо так так у кайдена кайдена дешифровку докачаю у него до конца подъем у меня пока нечего дальше кайден 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 у кого и шлячу 240 ну тогда ему тоже можно так трубовик дырвовик дырвовик и зажигательные патроны сюда здесь у нас вообще стоят какие то блин так а здесь разрывные стоят уроны органически так а здесь разрывные химически так а полоневые есть до полоневые есть зажигательные у нас маме против стоят а здесь стоят органическим до я бы лучше так поставила так переодеть я не во что потому что все херня хотя я так не сказала в принципе она неплохая конька то о и можно две штуки аж ставить у него стоит кинетический буфер и еще можно поставить медицинский интерфейс процент у меня шли что тут у тебя скопионы фигня общий скопионы тут тоже быть беседу поставить так укропа так не делится а у меня хрень стоит так вышли вышли стоит экзоскелет 5 до темно ткань кинетический буфер экзоскелет кажется лучше так на так ну ладно поехали к мы вот сюда наверно сначала там должны быть артефакт точнее какой-то артефакт тихо давай давай должны залезть сюда а ому ай чихоть тихо 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 begitu полин кулаши я заехал у кошмар матери Ай-яй-яй. Охренеть. Такие тут вообще горы. Прям шутки. О, я вижу что-то типа дороги. Ай-яй-яй. Давай, там чуть-чуть осталось. Я офигенный водитель. Ой, как красиво. Прекрасен этот. Ух ты, мир. Что это такое? Ага. Какая фиговина. Классно. О, артефакт. Изучив странный протеанский артефакт, вы обнаруживаете в нижней его части небольшую щель необычной формы. Вспомнив про странную бездельницу, которую вы получили от спутницы на цитадели. Вы достаете ее и вставляете в щель. Шар вспыхивает ярким белым светом, мгновенно осыпляет вас, лишая способности ориентироваться. Сознание постепенно возвращается к вам, словно вы просыпаетесь от глубокого сна. Вы в лесу, в одиночестве, недалеко от пещер, в которых вы живете вместе с остальными членами вашего племени. Вы чувствуете боль в затылке от небольшой шишки, как будто под кожу врезался кусок камня. Опираясь на копье с костяным наконечником, вы встаете на ноги. Ваше внимание привлекает звук, идущий сверху, и вы замечаете странное существо, которое летает над вами. Оно не похоже на птиц, на которых вы охотитесь у озера. У него нет головы и крыльев, но каким-то образом ему удается летать. Существо переливается серебристым цветом, зависнув подобно облаку без движения в воздухе. Вы чувствуете, что оно смотрит на вас, изучает вас. Сжав волосатый кулак, вы угрожающе направляете копье в сторону существа и трясете им. Существо поднимается высоко в небо и скрывается из виду. Удовлетворенный рычаг, вы возвращаетесь в пещеру к своему племени. Вы начинаете заниматься привычными вещами, охотитесь, чтобы добыть еду. Сражаетесь за право обладать самкой. Ведете войны с другими племенами за территорией. Дни идут сплошной чередой. Каждый раз, когда вы просыпаетесь ото сна, вас преследует чувство, что вы не одни. Есть кто-то другой, кто видит, слышит и чувствует то же, что и вы. В такие моменты вы нащупываете странную шишку на затылке и вспоминаете странное серебристое существо в небе. Воздух становится холоднее. Наступает зима. На охоте вам приходится забредать все дальше, плотно закутываясь в меха, чтобы укрыться от холода. Однажды, когда вы охотитесь, странная птица возвращается. Вы слышите ее до того, как видите, раскатистый оглушающий звук, который она издает, накрывает вас волной. В животе у нее открывается огромный глаз, светящийся красный шар. Вы пытаетесь бежать, но луч красного света, исходящий из глаза, сковывает ваши движения. И в глазах у вас снова темнеет. Когда вы приходите в себя на элитании, вы понимаете, что лежите на земле, а протанский артефакт парит в воздухе над вами в целости и сохранности. В недоумении ваши спутники помогают вам подняться на ноги. Вспыхнул яркий свет, и вы рухнули на землю. Мы толком не успели ничего понять, объясняют они. Вы в порядке, Шепард? Вы отвечаете не сразу, пытаясь сделать вывод из увиденного. Воспоминания охотника-карманьонца, зарегистрированные протеанским записывающим устройством. Как долго они изучали примитивных землян и анализировали результаты исследований на своей базе на Марсе? И почему они научились у нас, если это вообще возможно? И чему они научились у нас, если это вообще возможно? Я в порядке. Наконец, отвечаете вы. Понимаю, что ответы на эти вопросы вам никогда не узнать. Пустяки. Вот это прикол. Блин, это круто. Я когда первый раз играла, у меня такой... Ну, я, короче, не смогла ничего сделать с этим шаром. Значит, он недоступен был. Так. Сюда нам надо. Блин, наш язык отцов. Столько читать. Ой-ой-ой. 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 Блин, самую яму скатилась. Ай-яй. Ай-яй-яй. Ой, не-не-не, тихо Тихо, тихо, тихо Офигеть Ну чё ж она такая Янтопланета Прям вообще капец Ой, там так красиво Наверху Оно какое-то всё Буграх Нет, нет, нет Да поверни ты в сторону, ну Ой, да в сторону Куда ж ты едешь-то Ненавижу этот, блин, транспорт Грёбанный Да давай же, ну Да поверни ты Ой, то не поворачивай, то слишком много поворачивай Хотя нажимаешь нормально Что же за нафиг-то Нет, только не вниз Что-то я сюда лезла, блин Вниз скатиться я не хочу Тихо, нет, нет, нет Вот, вот сюда, вот, вот Немножечко сюда вот так Опа, всё Отлично Палладий Носторождение Палладия Так Куда дальше? Ну сюда, наверное Куда же ещё? Потом уже дальше Калмага Ищай, добавь уже Вот эта полоса мне очень нравится Так красиво Ооо, как классно здесь Вообще, я считаю, что На каждой планете, в принципе Такие, ну, красивые Пейзажики Потому что там видел Какая-то база Вон она там далеко Точно вниз Вроде как, да А, вот он, зонт Разбившийся Да Шоп тебя Так, теперь нам Ну я сейчас поеду вон туда Сюда, в принципе Где эту базу Ты видела, ну? А, вон там и дальше Куда-то сюда Ну да, вон она Угу Обезьянки Ой, какие вы смешные Блин Я не хочу вас давить Может вы как-то Подвинетесь, что ли Так, и что здесь у нас? Интересно Интересно, интересно Ну, как-то Стремненько Ну, здесь Обезьянки Ходят Нет модуля А, мы модуль ищем Окей Нет модуля Так Так Ну, у этих обезьянок Нету ничего Что-то мне это не нравится Это еще одна Обезьянка Обезьянка? Так Ладно Какой-то обезьянки Тоже модуля нет Ладно Чего мы посмотрим Может быть соседний есть? Чего? Чего ты так орешь-то? Охренеть, блин Чего ты меня пугаешь, Кайден? Ты вообще офигел Так Нету модуля Охренеть Блин Сюда же сейчас геты Припрутся Ёшкин каравай По-моему Я попала Причем вообще По-жесткому Ахренеть 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 Да, блин. Ааа. Ваша мать. Да, давай, давай, заходи. Хрен вам. Кто еще? Есть же лащи? Там еще кто-то есть. Снайпер. Тихо. Тихо. Еще есть? Вроде не видно никого, ну мало ли. Что-то я эти ящики-то не видела. Лошары. Вы такие лошары. Гетыш, они же вообще лохи. Блин. Где-то я еще что-то видела. Так, ладно, модуль я нашла. В принципе, можно отсюда уходить, я так думаю. Блин. Тут ничего нету. А, может быть, сейчас вот здесь вот. А, нет, это уже выход, по-моему. Здесь уже нет никого. Так, теперь нам можно ехать вот сюда и возвращаться на Нормандию. В принципе, какая же тут гора. Ну, я по ней все равно заберусь. Или я не рыжик. О, лететь тут будет очень больно. Я чувствую прям. Вот кто-то с горочки скатился. Наверное, Шепард. Что-то я какую-то хрень придумала. Ну, ладно. Немножко промахнулась. Ну, ничего страшного. Ну, я думаю, что все равно туда залезем же. А тут, наверное, даже лезть-то высоко, может, не придется. Ну, да. Ну, здесь можно выйти. А, месторождение золота. Все. Нормандия, да. Ай, не посмотрела опять. Черт подери. Я опять не посмотрела. У меня очко дали одно мне. Мне одно очко дали. Че так мало-то? Так, ладно. Ладно, народ, давайте-ка мы здесь закончим. В следующей серии мы полетим на Феррес уже. Вот. Будем там разбираться, че там с гетами, с этими за дела творятся. Вот. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. С вами была Рыжик. Всем удачи и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok